Ну, здравствуйте снова, дорогие друзья. Мы опять на шестом этаже торгово-развлекательного комплекса «Мега Грин», что в Курске, где проходит первенство России по фертованию среди кадетов спортсмены до 17 лет. И вот вы видели уже Рафаэля Загитова, одного из участников сегодняшнего финала. Напомню, шпага, юноша, личное переста. А вот это второй участник – Артем Овчаренко. И сейчас определится обладатель золотой медали. Совсем недавно завершились полупинальные поединки. Первым Артем Овчаренко победил своего оппонента. Да, это был... Втором было 6-6, но в последнем Артем Овчаренко сумел выйти вперед и в итоге победил со счетом 14-7. И вот теперь финал. Начинается финальный поединок. Судья этой встречи Яна Рузавина. Вот спортсмен так сначала в середине дорожки проводит его. Но, ну, мне кажется, Загитов как-то более настойчив, оказывает давление вторичного спортсмена. Вот снова как в полуфинале Артем отходит к самой штрафной линии. И первый укол у нас наносит Загитов. 1-0 ведет. Ну, собственно, Рафаэль-то и является, наверное, фаворитом этого поединка. У него самый высокий рейтинг из числа полуфиналистов, то есть из числа тех, кто завоевал медаль. Он пятый. Во всероссийском рейтинге Артем Овчаренко девятый. Ну, разница небольшая, но тем не менее. И вот Рафаэль Загитов пока оправдывает этот статус. Ведет 1-0 и, в общем-то, атакует. Хотя, ну, не слишком активно, но тем не менее. Ну, цифры сегодня вообще у нас, скажем так, не соответствуют тому, что показывают спортсмены дорожки. Потому что вся первая четверка с российского рейтинга уже слетела. И здесь, я думаю, что пятый и девятый номера могут случиться совсем наоборот. Девятый. Ну, вот он сейчас становится на шаг ближе к этой победе. Наносит первый пол. Да, 1-1. Ну, вообще, рейтинг возглавляли два представителя Московской области. Игорь Коровин и Роман Федоров. Но Рафаэль Загитов шел пятым. И он, можно сказать, уже выполнил свою главную задачу на этот турнир. Ну, наверное, главную. Конечно, ему хочется выбрать золотой удаль. Но важнее ему было попасть в первую четверку всероссийского рейтинга. А именно первые четыре спортсмена по системе отбора записаны. Примут участие в первенстве Европы среди кадетов. Ну, а затем, возможно, и в первенстве мира. И вот Рафаэль выйдет в полуфинал. В то время как те, кто находился впереди него, Михаил Белозеров, Ролан Бартонни, Роман Федоров, они проиграли. И поэтому Рафаэль уже в четверке, это точно. Вот он на ваших экранах. И сейчас он уступает. Да, он ведет сейчас Москвич, 4-1. Интересно, что оба этих спортсмена совсем недавно фиктовали в одной команде в Люксембурге. Это от одесского цикла, где там третье место. Это первый раз, когда эти спортсмены в одной команде. И теперь приходится фиктовать в одном финале первенства России. И в нем пока ведет Обчеренко, 5-2. То есть непростая задача будет у наших шпажных тренеров. В принципе, прошло несколько этапов с одесского цикла в командных соревнованиях. Они, в общем-то, других спортсменов накатывали в команде. Там вот были как раз Белозеров, Бартолеми, Федоров, Игорь Коровин в последнем московской области. Ну вот Рафаэль Закитов, кого-то из них, скорее Ролана Бартолеми, он вытеснил из этой четверки. Снова мы видим обоюдные уколы 4-7, которые, конечно же, на руку Артема Овчаренко. Закитову нужно стараться колоть в один фонарь. И это делает его оппонент, спортсмен из Москвы. 8-4 двукратно преимущество. Серьезно. Это идет только первый период. 8-4, минуты осталось. Рафаэль Закитову нужно что-то предпринимать. Вот он пытается и все-таки наносит уколы. Посмотрите, 5-8. Ну, второй раз всего он нанес, зажег один фонарь, когда он повел 1-0. Вот сейчас 5-8 сократил разрыв счета. Трижды, значит, были обоюдные уколы, но все остальное время 5 уколов нанес Артема Овчаренко. Снова Закитов атакует, но на этот раз фонарь так и не зажигается. Нас сталкиваются спортсмены. Вот можете обратить внимание на то, как работает ногами Артема Овчаренко такими мелкими шажками. Но также, что тоже отопительная черта, то, что он фихтует на самом краю дорожки постоянно. 6-9. Повоюдные понавидули. Да, и 30 секунд до первого перерыва остается. Полуфинал у нас, кстати, были очень разные. Загитов и Максим Потатов очень быстро закончили свой поединок. А вот Егор Ламага и Артем Овчаренко полностью в период по 3 минуты. Все 9 минут отфихтовали. 15-й пол это не несли. 14-7 выиграл Овчаренко. Ну, здесь очень резко, что это оба спортсмена. Мне кажется, что дело не дойдет до 3-й. Да, но до 2-го дойдет. Хотя Овчаренко 11-7 выигрывает. Вряд ли он в первом периоде, конечно, уже кончил. Я думаю, что сейчас, да, они даже раньше сдаются и уходят на перерыв. Ну, что в перерыв, можешь сказать. Я посмотрел. Интересный такой факт. Даже, можно сказать, забавный. Никто из нынешних полуфиналистов между собой не встречался. То есть не встречались Загитов с Потаповым, который здесь впервые и победил Рафаэль Загитов. Не встречался Артем Овчаренко и Егор Ламага. И вот участники финала тоже не встречались между собой. Рафаэль Загитов и Артем Овчаренко. Такой забавный факт, что хотя они находятся в первой десятке всероссийского рейтинга, но как-то за весь сезон их пути пересеклись впервые. Вы видите, пока самые интересные моменты. Пересеклись пути, но еще и в таком важном моменте. Сейчас для Загитова этот бой гораздо важнее, потому что у него решается судьба с попаданием в сборную, но Акчеренко не доберет даже в случае победы очков, чтобы попасть в главную команду, возвращаясь в спортивную дорожку. Нет, ну Загитов я хочу сказать, что уже добрал очков, чтобы попасть в сборную, потому что его соперники наберут значительно меньшее количество очков, чем он даже если он проиграет. 11-7 продолжается. 12-8 вновь обоюдной атаки. Вернулись с перерыва спортсмены. Напомним, до 15-го пола идет поединок, поэтому очень близок к победе Артема Акчеренко. Но с другой стороны это, во-первых, шпага, а во-вторых, это молодость. Спортсменам по 16 лет, Артему 17 будет через 2 недели, Рафаэлю похоже, в апреле. И поэтому все, наверное, еще возможно. Ну вот теперь как-то фехтуть спортсмена уже ближе к центру дорожки. Загитов не спешит атаковать. Вот Долгий выбирал дистанцию и смог 9-й укол нанести. Изменил тактику и сократил в разрыв счета. Пока все равно еще 3 укола. Довольно-таки. Ты скажешь, что прям комфортно? Прилично, прилично. Вот четвертый. Да, 13-9. Артем Акчеренко вновь наносит 1 укол. Флэш-атаку такая хорошая. И его радостные эмоции, посвященные этому уколу, точнее вызванные этим уколом, так скажем. Не может подобрать ключик к камбэку пока. Загитов Акчеренко уверенно стремится к золотой медали первенства России. 14-й укол наносит, остался только один. Пожалуйста, высшая ступень педестала. Ну да, уже, наверное, можно с уверенностью сказать, что на 99,9% или на 146%. Вот он, да, делает 100% свою победу Артема Акчеренко. 15-9, он победитель первенства России среди кадетов. Завтра у нас соревнование девушек. Начало финальной части в 17.00. Ну, здесь еще раз напомню, Артем Акчеренко чемпион. Рафаэль Загитов, представитель Татарстана, серебряный призер, Артем Акчеренко из Москвы. И бронзовый призер Егор Ламага и Максим Потапов. Тоже москвичи. На этом я один, наверное, с вами попрощаюсь. Трансляция организованная Федерацией фехтования России совместно с компанией ТСМ. Режиссер Валентин Шильников. Трансляция продолжается. Так же, как и мой коллега Денис Мельничук продолжает работу. А я с вами встретюсь уже на церемонии награждения. Не переключайтесь, не уходите.